Монасик Тревел и Меккосервис.ком представляют вам отличный отель Ламар, в котором есть кофешоп. Можно здесь посидеть, кофе заказать, бутерброды покушать, отдельно уже кофешоп. Пожалуйста, посидеть на хороших креслах, уютненьких, посладиться интернетом скоростным. Вот такая вот гостиная. Четыре лифта здесь, четыре лифта. Отлично. Далее здесь тоже есть местечки для посиделок. Ну и выбрать себе духи, хорошие духи можно выбрать, купить какие-нибудь. Мы с вами вышли из лифта на первом этаже. Ну первый этаж, это конечно у них уже где-то пятый этаж у арабов, потому что первые этажи у них там дирекция, администрация, мухасаба. Итак, здесь четыре лифта. Четыре лифта. Вот мы вышли на первом этаже. Итак, смотрим. Ключи получили. 114 комната. 114 комната как раз при выходе из лифта. Посмотрим. Ключи электронные, поэтому можно сразу... Итак, мы зашли в комнату. Это четырехместная комната у нас. Тут и написано так же. Четырехместная. Смотрим. Комнаты отличные. Так, просторные. Телевизор есть. Так, стол есть. Пожалуйста. Холодильники. Так, все, смотрим. Комната. Смотрим, что здесь получается у нас. Ну, здесь, конечно, этот внутренний двор. Так. Светильники есть. Телефон есть. Позвонить. Так, мы с вами в комнате четырехзвездочного отеля. Очень отличный отель. Новый отель. Туалет имеется. Все имеется. Сейф. Сейф, шкаф, полки. Все имеется. Чайник, стаканы, сахар. И холодильник. Все есть. Все есть. Розетки смотрим. Раз. Розетка. Два. Розетка. Там чайник. Потом, где еще у нас розетки. Так, так, так. Смотрим, где розетки есть дополнительные. Надо обязательно все изучать. Надо обязательно все изучать, чтобы потом знать, где можно подзарядить свои телефоны. Ну, естественно, здесь розетка есть. Это два. Потом вот здесь разъем USB тоже. USB можно здесь телефон заряжать. Пожалуйста. От телевизора, да. Потом, вот здесь у нас есть розетка. Розетка выключателя этих светильничков, да. Это тоже четко. Потом, так, 3-4, да, у нас. Еще что? Еще где розетки. То есть у нас получается, телевизор работает от розетки. Потом, внизу нету. Ну, ничего. Телевизор от розетки работает. Потом там розетка есть. Где тумбочка, да. Потом, 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 потом. В коридоре у нас есть. В коридоре есть розетка вот здесь. То есть сюда надо будет вешать тройничок. Потом, вот здесь есть розетка. Ну, и туалет тоже есть розетка. Как я говорил, эти очень умные, очень хитрые розетки. Как мы их обходим? Мы берем, вставляем нашу розеточку обычную. Обычную с двумя этими, с двумя вещичками нашими, с двумя зубчиками. Но вот здесь есть фиксатор, который не пропускает. Видите, они заблокированы. То есть ты не можешь сюда засунуть свой прибор зарядный. Поэтому ты здесь должен просто нажать любой штучкой. Вот этот язычок, его нужно просто подвинуть. И у тебя тогда откроются, откроются вот эти два отверстия. И ты можешь спокойно вставить. То есть ключом ты сделаешь, нажимаешь. И оно у тебя открывается. И все, и ты можешь уже пользоваться этим, как его, этой розеткой. Понятно, да? То есть вот, сейчас она открыта. Вот сейчас она открыта. То есть нажимаешь на язычок, и все, она открывается. Эти открываются, и ты вставляешь свой прибор для зарядки телефонов. Так, здесь свет, туалет. Это, это, это все понятно. Все это понятно. Раз, два, три, четыре. Итак, переходим в другую комнату. Да, мы проверили, все в порядке, все в наличии. Обязательно нужно перед заездом паломников, нужно обязательно проверить комнаты. Для того, чтобы какие-то косяки, какие-то проблемы решить и убрать, и устранить. И пожаловаться сразу, заранее. Так, Ламар. Так, это у нас четырехместка, 114. Так, ключ берем и вставляем. Далее идем в 104, и в 100, и в 109, да. Все, дальше идем, значит. Хорошо. Так, накладные, ключи, сумка. Забираем. Пошли дальше. Ключ берем. Вставляем в 114. Сейчас вытащил ключ из этого замка. Свет автоматически отключается. Понятно, да? Поэтому мы уходим. Так, это накладные. Идем в 104, 114. Так, все. Дверь автоматически, все закрывается. Очень красиво. Салам алейкум. Сейчас вот в трехместную. Трехместная, 104-я комната. Здесь есть кресло дополнительное. Очень удобное. Местоположение кыблы. Потом Мукеев кондиционер Маркези. Маркези, то есть это основное вентилирование. Не сплит здесь, а здесь уже основная вентиляция идет. Туалет также имеется. Туалет просторный. Очень хорошая комната. Очень даже хорошая. Так, это есть, это есть. Вода есть. Все имеется. Все отличается. Так, мы в 109-й комнате. 109-я комната. Так, все имеется. Тоже шкаф. Большой шкаф. Из двух секций состоит. Туалет. Туалет с правой стороны. Так, туалет. Все имеется. Четырехместная комната. Светильники работают. Этот работает. Телевизор работает. Альхамдулиля. Это 109-я комната. Ну вот это очень большая просьба. Не путать вот этот шкафчик. На каждом этаже, на каждом этаже есть вот такая вот интересная дверца. Со светом причем. То есть ты нажал и кинул сюда. То есть здесь обычно эти рабочие, которые меняют в каждых комнатах, в каждых комнатах меняют постельные. Они сюда грязную постель. Сюда бросают. И это все спускается вниз в машину и отправляется на прачечную. Вот это да. То есть большая просьба не путать это с мусоропроводом и не выбрасывать сюда мусор. Понятно, да? Ну хорошая, хорошая вещь. Это очень хорошая вещь, конечно. На каждом этаже отель Ламар. Отель Ламар. Отель Ламар. Кому-то, конечно, хочется там холода добавить, да? То есть холод опустить, так как из России. Но предупреждаю, очень холодно и большой поток не ставить. Потому что это можно, когда выходишь ты из комнаты, например, можно там проветрить помещение. Но желательно не рисковать, потому что в чужой стране бойтесь кондиционеров и бойтесь холодной воды. Вот это, если будете соблюдать вот здесь условия, все, болезней меньше будет во много-во много раз. Сама комната четырехместная, как я сказал, да? Стул есть, шкафчики есть. Тут, альхамдуля, полочки все. Пожалуйста, красиво. Ага, намаз можно почитать. В каждом, в каждом уважающем себя отеле обязательно мусхов должен быть и намазлык. Так, а где намаз читать? Для того, чтобы намаз читать, обратите внимание вот на вот такие вот значки. Значит, вот в эту сторону у нас Кыбла. В эту сторону Кыбла. Мечеть находится недалеко. Поэтому на все намазы здесь трансфер. Трансфер есть, свои автобусы. Ну и далее продолжаем экскурсию по нашей замечательной комнате. Комната отличная. Дальше идем в туалет. Ага, здесь свой. Так, розетка есть. Розетки. По розеткам я тоже научу, как пользоваться такими розетками хитрыми, безопасными. Далее. Так, туалет заходим. Туалет. Все, шампуни, крема, мыло. Все имеется. И это все меняется. Все, когда заканчивается, обращаемся в администрацию. Дополняем. Так, горячая вода имеется, холодная имеется. Горячая, это вот видим красная. Холодная, видите, вот здесь цвет синенький. Да, то есть синенький, красненький. Все просто и удобно. Потом также здесь есть розетка. Потом есть фен. Подсушить волосы, подсушить себя. И... Отлично. Фен работает. Зеркало очень большое. Так, ванная комната здесь интересно сделали они, конечно. Душевая. Все, вот у них здесь. То есть я иногда здесь тахарат беру. Омовение здесь беру. Здесь удобнее. Не надо нагибаться. Не надо ноги задирать. Вот здесь просто.